Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу событий в студии Галины Топилина. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Итак, коротко о некоторых из них. В Самарской области подготовят для купания 35 пляжей. По мнению в Рио губернатора Вячеслава Федорищева, это поможет снизить число трагедий на воде. Как снизить число аварий на дорогах? В Самаре прошло заседание комиссии по безопасности дорожного движения. Передать молодому поколению традиционные ценности и основы религии. Самарские мусульмане провели детский Курбан-Байрам. Проверили качество летнего отдыха. Профильная комиссия городской общественной палаты проинспектировала загородные лагеря. В Ленинском районе завершился районный этап турнира дворовых команд «Леда с футбольным мячом». Финальные матчи прошли на площадке 70-й школы. В Самарской области подготовят для купания 35 пляжей. Такое поручение дал в Рио губернатора Вячеслав Федорищев. Сегодня в регионе официально организовано купание только на 16 пляжах. Поэтому многие отдыхают на несанкционированных. Там нет спасателей, не ограждена акватория, что может привести к гибели людей на воде. Глава региона поручил в течение двух дней подготовить информацию с объективным количеством мест, где купаются местные жители. По данным управления Роспотребнадзора, заявки на оборудование новых мест для купания подали власти семи городов. Самары, Тольятти, Сызрани, Новокуйбышевска, Жигулевска, Отрадного и Октябрьска. В Самарской области по поручению в Рио губернатора Вячеслава Федорищева началась работа по увеличению суммарной единовременной выплаты при заключении контракта о прохождении военной службы. С 800 тысяч она вырастет до миллиона рублей. Подробную информацию о поступлении на контрактную службу и выплате можно узнать в пункте отбора на военную службу или в любом из военных комиссариатов. Никой Ванидзе заключил контракт и в ближайшее время отправится в зону спецоперации. Мы живем в Российской Федерации. Я тут родился, тем более. Это моя родина. Поэтому я согласился на это. И считаю, каждый, кто переживает за свою родину, за своих близких, товарищей и родных, должен пойти и помочь своим государству. В среду 26 июня Госдума приняла закон об индексации пенсии работающим пенсионерам с 2025 года, сообщили в пресс-службе Федерального парламента. С 2025 года страховые пенсии работающих пенсионеров ежегодно подлежат индексации наравне с пенсионным обеспечением тех, кто оставил работу. Реализация предлагаемых изменений законодательства с учетом ежегодного порядка индексации страховой пенсии и фиксированной выплаты к ней потребует дополнительных бюджетных ассигнований, уточнили в сообщении. Председатель Государственной думы Вячеслав Володин подчеркнул, что решение принято в трудные времена для оказания поддержки людям. Закон об индексации пенсии работающим пенсионерам затронет почти 8 миллионов человек. Самарская область вошла в топ-10 регионов по экономическому потенциалу. Исследования провели специалисты Фонда гражданского общества. За основу были взяты данные Росстата и Федеральной налоговой службы. Оставные критерии рейтинга – размер уплаченного НДС, уровень среднемесячной зарплаты по региону и совокупная прибыль предприятий и организаций на завычетом убытков. В топ-3 субъектов по итогам первого квартала 2024 года – Москва, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа. Самарская область заняла 10 место. Это на три строчки выше, чем тремя месяцами ранее. По размерам уплаченного НДС, 63-й регион вошел в топ-7 субъектов страны. В администрации промышленного района Самары прошел обучающий семинар для председателей МКД. На встрече обсудили вопросы благоустройства дворов, управления и содержания многоквартирных домов. Подробности узнала Елизавета Прокопенкова. Как пользоваться разделом «Дом» в приложении госуслуги? За что можно привлечь нарушителей порядка? Какие изменения внесены в законодательство, регулирующее сферу ЖКХ? Эти и другие вопросы обсудили в администрации промышленного района на семинаре в рамках проекта «Мой дом». В зале почти нет пустых мест, а значит обсуждаемые темы актуальны для жильцов многоквартирных домов. Оксана Иванякова два года является председателем МКД. Обучающие семинары она не пропускает. Узнает много нового и применяет свои знания на практике. Благоустраивает придомовую территорию, помогает жильцам решить их вопросы. В этот раз Оксана пришла на встречу, чтобы поделиться своим опытом. Я расскажу о том, как я стала председателем, как мы со всеми жильцами пользуемся госуслугами «Мой дом», и также как мы взаимодействуем с управляющей компанией и с администрацией нашего промышленного района. Те, которые становятся председателями, либо председатели, которые не очень активны, они узнают много нового. То есть, как бы, бывают люди, которые не пользуются еще пока госуслугами «Мой дом», либо не участвуют в проекте содействия, либо не знают, где найти источники финансирования. На встрече рассказали о возможностях приложения «Госуслуги. Мой дом». Объяснили, за что можно привлечь к ответственности нарушителей порядка на придомовых территориях. Так, за припаркованный автомобиль на газоне водитель может получить штраф в размере трех тысяч рублей. В конце семинара председатели смогли задать интересующие их вопросы. Для граждан это очень важная и полезная информация, потому что все-таки старшие по дому, инициативные граждане, они по большей части находятся на своей придомовой территории, занимаются ее благоустройством и развитием. По большей части именно наши представители МКД и занимаются всем тем развитием территории, которые происходят внутри микрорайона, из которого складывается потом инфраструктура всего района в целом. Обучающие семинары направлены на содействие гражданам в вопросах управления и содержания многоквартирных домов, помочь решить проблемные ситуации. Елизавета Прокопенкова, Валерий Майоров, События. В Самаре в самом разгаре летняя оздоровительная кампания для детей. Ребята имеют возможность не просто отдыхать, но и проводить время в соответствии со своими интересами в профильных сменах, которые проводят загородные лагеря. Как организован этот отдых, все ли соответствует требованиям, и как можно сделать пребывание детей за городом еще более комфортным и качественным, все это во время выездного заседания обсуждали члены общественной палаты Самары. Подробнее в нашем сюжете. Организация отдыха самарских детей в загородных лагерях сегодня в центре внимания членов городской общественной палаты. Специалисты выбрали три учреждения. Лагерь «Арго», где проходит спортивная смена, «Заря», где отдыхают творческие ребята, и Центр «Авангард Самара» военно-патриотического уклона. Во всех учреждениях в первую очередь проверяют материально-техническую базу, пункт охраны, системы безопасности, наличие всей необходимой информации на стендах, организацию питания и соблюдение порядка и чистоты в комнатах отдыхающих. Это не просто прийти, посмотреть, отчитаться. Мы такую цель перед собой не ставим. Мы ставим сделать все возможное для того, чтобы следующая оздоровительная кампания была еще лучше подготовлена, лучше организована, и появилось бы больше возможностей для того, чтобы наши дети в большем количестве могли получить услуги по оздоровлению. Уделяют внимание и программе отдыха, воспитательной и образовательной частям. Так как смены в основном тематические, с ребятами в лагерях находятся педагоги и тренеры по профилю. В то же время члены комиссии отмечают, что в дальнейшем возможно улучшить сотрудничество со студентами педагогического направления. Так они смогут получить необходимую практику работы с детьми, а отдыхающие получат еще большее разнообразие развивающих программ, поскольку тогда будет сочетаться опыт их нынешних педагогов и свежие идеи начинающих учителей. Это была бы очень правильная организованная работа с детьми, потому что она бы давала очень интересный и положительный эффект. Это однозначно. Поэтому мы ждем студентов и педагогических колледжей, и педагогического института, которые, в общем-то, отчасти уже проявляют эту инициативу. Но если их будет больше, это будет замечательно. Во время общения с руководителями учреждений члены общественной палаты получают обратную связь. Выясняют, на что нужно обратить внимание. Так, например, в центре «Авангард» отмечают, что все необходимое для занятий с юнормейцами есть, но хотелось бы больше наглядных технических устройств, в том числе и боевой техники. Хотелось бы, чтобы была какая-то техника у нас здесь. Пусть она будет списанная. Мы ее сами приведем в порядок, покрасим, почистим, чтобы ребята посидели внутри, почувствовали себе какой-то дух военный. Чтобы дети видели, что на самом деле есть, как это работает. Все предложения и замечания, которые были собраны во время объезда, скомпонуют в аналитическую записку и передадут главе города и профильным департаментам. Андрей Горгуленко, Николай Епифанов. События. В Самаре завершен ремонт на 26 объектах дорожно-транспортной сети. Среди них участки улиц Киевская, Карла Маркса и шестая просека. Еще 8 объектов находятся в работе. Об этом рассказали на заседании комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения. Нанесение линий разметки – еще один ключевой фактор, влияющий на безопасность водителей и пешеходов. Завершить ее планируют к сентябрю. Мы как раз двухгодичный контракт заключали, чтобы у нас уже в сентябре до конца вообще все было готово. Я думаю, мы с этим справимся. Обсудили и ситуацию, связанную с детским дорожно-транспортным травматизмом. За пять месяцев текущего года на территории города произошло 48 ДТП с участием несовершеннолетних. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество аварий снизилось. В момент происшествия большинство детей находились без сопровождения взрослых. Участники заседания проанализировали статистику и обсудили дальнейшие планы работ, направленных на профилактику дорожно-транспортных происшествий. Сегодня больницы и поликлиники по всей стране испытывают кадровый голод. Особенно, когда речь идет о специальности врач-педиатр. Работать по этому направлению непросто, ведь маленькие пациенты не всегда могут объяснить, что и где болит. Однако в Самарской городской клинической поликлинике номер 15 проблем с нехваткой сотрудников нет. Там трудятся молодые специалисты. С одним из них познакомилась Полина Челюкова. Сергею Кудряшову только год и три месяца. Но на прием к врачу он пришел без страха. На плановую прививку мальчика привела мама. Она рассказывает, что несмотря на молодость докторов и медсестер, уверена в их компетенции. Всегда идут на помощь, всегда предупреждают, когда прививки. Вот сегодня пригласили тоже. Всегда внимательный. В принципе, мы вообще чужих так-то боимся. Но когда приходим именно к врачу – нет. Наоборот. И все интересно. Тянется. Улыбаемся. В детском отделении Самарской городской клинической поликлиники дефицита кадров нет. После окончания медуниверситета врачи-педиатры охотно идут работать по профессии. Сейчас на девяти педиатрических участках в двух отделениях трудятся пять докторов со стажем и одиннадцать молодых специалистов. Вся работа, кроме сложностей, которые представляют собой, например, большая нагрузка на приеме, немалая нагрузка на вызывах, формат общения и лечения детей для каждого специалиста детского отделения – это огромная радость и удовлетворение от своей деятельности. Загруженность в поликлинике плотная. Врачи-педиатры принимают в медучреждении и ходят на вызовы. В день каждый успевает помочь более чем 30 пациентам. В межсезонье, когда заболеваемость среди населения идет в гору, число пациентов возрастает. Мы стараемся правильно перераспределять эту нагрузку между врачами, которую имеется в поликлинике. Нас тут довольно-таки немало. Все участки, в принципе, уже с врачами. Чему мы очень рады. И стараемся перераспределять больных детей, здоровых. У нас работает бокс круглосуточно, где мы тоже работаем с детьми, именно если с температурой или с острой какой-нибудь патологией, с острой ситуацией. В поликлинике работают и доктора со стажем до 30 лет. Полина Чулякова, Николай Епифанов. События. А теперь коротко о других темах дня. В Самаре открыта горячая линия для сообщений о незаконной продаже алкоголя. Об этом рассказали в администрации города. Граждане, общественные объединения или некоммерческие организации могут рассказать о незаконной продаже алкоголя в ночное время, в запрещенных местах, несовершеннолетнем или о сбытии некачественной и нелегальной продукции. Выпускники, которые претендуют на золотую медаль и аттестат с отличием, смогут получить их, даже если решат пересдать ЕГЭ по одному из предметов. Об этом сообщили в пресс-службе Минпросвещения России. Для того, чтобы подтвердить право на медаль, школьнику необходимо передать экзамен на нужное количество баллов. Для золотой медали это 70 и выше, для серебряной 60 и выше. Напомним, что Минпросвещение Российской Федерации и Рособорнадзор представили проект приказа о новом расписании ЕГЭ 2024. Он позволяет пересдать экзамен по одному предмету до окончания приемной кампании уже в этом году. Мошенники могут представляться помощниками финномбудсмена. Они предлагают вам вернуть деньги, например, из финансовых пирамид. Якобы сотрудники финансового уполномоченного звонят по телефону и говорят, что вас обманули мошенники. Поэтому они могут помочь вам во всем разобраться. Люди, которым уже звонили, не подавали обращения к финансовому уполномоченному, но действительно когда-то были обмануты разными недобросовестными организациями. Важно понимать, служба финномбудсмена может вам написать или позвонить, только если вы подали обращение. Ученые обнаружили суперземлю, пригодную для обитания. Она входит в планетную систему звезды HD 48948. Это класс планет, которые крупнее Земли, но легче Нептуна. Они состоят из газа и камней. Изучение объекта проводили с помощью спектрографа. Ученые отобрали 189 измерений лучевых скоростей за последние несколько лет. Основываясь на полученных данных, астрономы признали звезду HD 48948 похожей на Солнце, а ее систему с потенциально обитаемой суперземлей, ближайшей к нашей планете. Очень вкусные картины. В Самаре открылась выставка Анны Сливковой «Волга и пироги». В выставочном зале регионального отделения Союза художников России представлено более 100 работ. Ксения Баканова насладилась увиденным и готова рассказать подробности. Яркие солнечные картины, которые не только поднимают настроение, но и вызывают аппетит. В Самаре открылась выставка «Волга и пироги» художника Анны Сливковой. В зале регионального отделения Союза художников России представлено более 100 работ автора. Здесь можно увидеть большое разнообразие жанров. Есть портреты, пейзажи и натюрморты. Все работы написаны масляной краской. Автор признается, технику не сразу освоила. Помогла работа над картиной натюрморт с фруктами. У меня всегда была сильная живопись, мне нравилось писать, но акварелью. Это совершенно другой подход и принцип. И когда я пришла в институт, и мы начали писать маслом, у меня очень долго не получалось. Вот вообще никак не получалось. Как-то все сухо было, скучно. А при этом я знала, как я хочу. Мне нравились художники, у меня была большая насмотренность. У меня отец художник, он мне показывал книжки, альбомы. И не получалось. И папа мне дал мастихин, а попробуй-ка мастихином. И вот это одна из тех работ, которые прямо у меня получились. После ее написания у художника будто открылось второе дыхание. Картина получила признание среди коллег, одобрение от родных. А сегодня Анна Сливкова сама помогает поверить в свои силы тем, кто хочет связать свою жизнь с живописью. Проводит творческие мастер-классы в Самарском областном художественном музее. Это уникальный человек, который всегда готова отправляться на пленэр в любую точку буквально земного шара. Но это еще и талантливый педагог, потому что Анна Викторовна работает в Самарском областном художественном музее в разделе музейная педагогика. И всегда на ее занятия стоит очередь. На картинах автор изобразила дорогие своему сердцу места. Необъятные волжские просторы, достопримечательности Самары. Но есть у Анны и натюрморты. На них предметы, в которых отображается эпоха. Конечно, у всех были самовары, подстаканники, были какие-то бачата. И вообще очень скудный был ведь домашний интерьер. Почти у всех повторялось все. И здесь эти предметы собраны. Поэтому, я говорю, мне это кажется таким теплым и родным. Я так благодарна художнице, что она вернула мне все душевные семейные времена. Выставка продолжит свою работу до 23 июля. Вход свободный. Ксения Баканова, Константин Головин. События. Самарские мусульмане отметили детский семейный праздник Курбан-Байрам. В игровой форме ребят знакомят с религиозными традициями и историей праздника. Для детей и взрослых организовали спортивные состязания, конкурсы, мастер-классы и угощения. На праздники побывала Светлана Кудрявцева. Милосердие, сострадание, добро и забота о ближних. Чтобы передать детям традиционные ценности и основы религии, самарские мусульмане ежегодно устраивают детский Курбан-Байрам. Это праздник жертвы, то есть верующий жертвует чем-то дорогим ради других людей, дает милостыню, готовит угощение. Ребят знакомят с традициями ислама в форме игры, проводят викторины и конкурсы. Победителям вручают барракатики, что можно перевести как небольшое довольство, благо. Это билеты на аттракционы или билеты для получения угощений. Такая форма игры позволяет с малых лет приучать ребят к самостоятельности и труду. В первую очередь дети могут их сами заработать. То есть участвовав в конкурсе, прочитав Коран, рассказав стишок, забив гвоздик, они получают везде барракатики. Пока он где-то зарабатывает барракатик, кто-то заработав барракатик уже как бы в очереди там стоит, и мы этим образом разгрузили эту очередь. Принимают участие в конкурсах не только дети, но и их родители, поскольку взрослые обязаны подавать пример. Смелее, 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 веселее, веселее, веселее. Отдых всей семьей, встречи с друзьями, новые знакомства, единение и уважение друг к другу. Организаторы уверены, что детский Курбан-Байрам запомнится молодому поколению как один из самых светлых и радостных дней в году наряду с государственными праздниками страны. Ну, на самом деле, вот так в таком масштабе, как мы сейчас проходим, это такое веяние моды, современное на самом деле. В моем детстве таких на периоде не было. Мы приходили к бабушкам, дедушкам, навещали их, а вот так для детей праздник вот последние несколько лет мы начали проводить. Эта тенденция уже в многих городах проходит и как бы входит в культурный пласт мусульмаста. Это семейный праздник, так уютно, атмосферно, так классно, и можно с семьей прийти, поиграть, провести в хорошее время. Нам очень нравится здесь. Для детей подготовили игры, аттракционы, мастер-классы, аквагрим, роспись мехенди, а в завершении мероприятия организовали раздачу плова и душистого чая для всех гостей праздника. Организаторами стали региональное духовное управление мусульман Самарской области, неравнодушные предприниматели, ресурсоснабжающие компании, при поддержке администрации города в рамках взаимодействия органов местного самоуправления и социально ориентированных некоммерческих организаций. Светлана Кудрявцева, Игорь Казановский, События. В Ленинском районе завершился районный этап турнира дворовых команд «Лето с футбольным мячом». Финальные матчи прошли на площадке 70-й школы. В младшей возрастной категории встретились пять команд. Как прошел турнир и что ждет победителей в нашем материале. Десятилетний Николай Полканов сколько себя помнит, занимается футболом. В этом году с одноклассниками и ребятами из «Параллели» собрал футбольную команду, чтобы принять участие в турнире дворовых команд «Лето с футбольным мячом». В сборной команде 148-й школы Николай играет на позиции нападающего. Я уже занимаюсь давно футболом. Побывал в очень разных командах. Сегодня приехал с отличным настроением. В Ленинском районе Самары на турнир в младшей возрастной категории заявились команды из пяти школ. Помимо 148-й, еще 132-я, 25-я, 81-я, 70-я. Павел Пузырев уже восемь лет подряд судит матчи на районном этапе. Рассказывает, каждый раз на поле разыгрывается нешуточная борьба. Замечательно, что есть такие соревнования. Летом ребята не все задействованы, не все тренируются, а это соревнования для всех абсолютно. Каждый ребенок может принять участие, он получит массу положительных эмоций. Обязательно есть награждения, кубки, это положительные эмоции. И спорт это всегда замечательно для оздоровления, для командного духа. Любительский турнир «Лето с футбольным мячом» проходит в Самарской области с 2009 года. За это время число его участников выросло. Многие выходят на поле ежегодно. Большинство уже второй, третий, четвертый год подряд играют в футбол. Это здорово, это преследует самую главную цель, которую поставил наш президент, вовлеченный 70% населения в регулярные занятия спортом. Если у нас будут здоровые дети, здоровая молодежь, то и все население России будет крепким и здоровым. Отборочные матчи завершены. Победители районных этапов встретятся на городских соревнованиях. Праздник детского футбола завершится в августе. Игрой на областном этапе турнира. Галина Топилина, Сергей Баскин, События. Далее вас ждет обзор телеграм-каналов городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они сегодня писали на своих информационных площадках. Самарские организации приглашают к участию в гастрономическом фестивале «Вкусная Казань-2024», сообщает телеграм-канал администрации города «Вести с Дворянской». Фестиваль проходит ежегодно и собирает около 60 тысяч посетителей. В этом году гостей ждет двудневный гастрономический праздник, настоящая феерия вкусов и ароматов на площадке у центра семьи «Казан». Свою продукцию представят около 70 участников. Это рестораны и кафе города, фермеры, самозанятые, изгодовители сувенирной продукции и товаров народного промысла. Гостей ждут кулинарные мастер-классы, дегустации, розыгрыши, выступления музыкальных групп. Департамент опеки, попечительства и соцподдержки напоминает, что в Самаре продолжается прием документов для постановки на учет участников СВО и членов их семей для получения земельных участков. Прием граждан ведется по понедельникам и средам с 9 утра до 5 вечера по адресу Куйбышева, 48, кабинет 25. Также заявление можно подать через МФЦ. Хорошая новость для участников ветеранов СВО и их семьи сообщает телеграм-канал промышленного района. У самарского филиала фонда защитники Отечества появилась техническая возможность записи на прием к социальным координаторам через госуслуги. Вы можете выбрать дату, время и ваш запрос к социальному координатору. Сервис простой и удобный. Записаться можно по ссылке, указанной в телеграм-канале района. На этом выпуск подошел к концу. Продолжайте следить за новостями на официальном сайте Самары ГИС в нашем телеграм-канале, на страничках в Одноклассниках и ВКонтакте. Выпуски программы смотрите на видеохостингах и в социальных сетях. До свидания. Всего вам доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова